Итак, тактильность одно из наших чувств. Лера, насколько оно развито у тебя? Ну, я думаю, что хорошо. Но мне нравится идея того, что у детей это можно развивать с помощью игр, и таких не так много. Не, на самом деле, таких достаточно большое количество. Я свои игры в детстве вспоминаю, таких что-то не припомню. Да, в этом плане далеко шагнула индустрия вперед. Вот, и вот, я хочу поделиться с вами тем приобретением, которое мы сделали для наших детей. Это вот такая тактильная игрушка. Смысл в чем, что здесь 20 фишек, и они парные. Да. В каждой фишке, обратите внимание, каждая фишка чем-то донаполнена. Значит, естественно, что-то находится в самой коробке, что-то находится рядом с ней. И вот сейчас, пожалуйста, почувствуй, потрогай каждую фишку. Которую здесь? Которую здесь. В фишках находятся и, как это правильно, пайетки, да? Да, какой ты молодец. Мне приходится, да. И наждачная бумага. Все это определяется на ощупь. Смысл игры безумно прост. Тебе нужно, взяв одну фишку, почувствовать ее, помассировать, запомнить это ощущение и найти в коробке. Давай попробуем, сможешь ли ты это сделать. Выбирай любую, что для тебя будет проще всего. Ну, наверное, вот это колючее. Хорошо. Ты можешь в руке оставить, напоминать себе постоянно и все ищи. Там 10 фишек. Я хочу попросить, чтобы вы крупно взяли сейчас глаза Леры, которая там что-то ищет бешеным. Так, ну что? Я нашла. Нашла. За то, сколько времени тебе потребовалось. Давай я сейчас найду фишку, на которой я сам на самом деле запутался. Вот, пожалуйста, с этой фишкой разберись. О! Мягкая такая. Ну, мне кажется, что она отличается от других. Как работает процесс? Это видно даже по твоим глазам. Я нашла, нашла. Да, ты покажи результат. Да, молодец. Дальше. Эти фишки также можно использовать в игре под названием «Третий лишний». Ты прекрасно ее знаешь. Когда ты выстраиваешь две одинаковые, добавляешь еще третью. Для нас, для взрослых, естественно, это достаточно просто. Да ведь? Ну что, ты берешь и определяешь. Для деток это в новиночку. Но, собственно говоря, ты даришь ему этот замечательный навык анализа. Что еще можно с этим набором делать? Когда ты достала уже все фишки, да, допустим, вот давай на четырех с тобой сыграем. Ты ребенку предлагаешь найти такие же. Находи. Достаточно быстро. Умничка. Теперь я перемешаю их. Запомнила? Запомнила какая-то? Переворачиваю. Составь, пожалуйста, точно в таком же порядке. Вот, можешь не переворачивать. Проверяем. Есть совпадение, есть совпадение. Нет? А сколько тебе годиков? Промолчи. Я запомнила цвет. Ты запомнила цвет. Молодец, хорошо. Поэтому они два таких похожа. Но не расстраивайтесь, если по какой-то причине нет возможности приобрести, ну, не знаете, где это, допустим, да? Я подумал и предлагаю вам альтернативный вариант данной игры, который дома можно 100%, 100% сделать. Это мы пока спрячем сюда. Для нашей следующей игры нам понадобится вот такой набор лего, который дома есть. Есть 100%. Любой конструктор, который собирается, разбирается, пожалуйста, все для вас. И вот такой замечательный, такая замечательная крупа. Это достаточно есть у каждого, запаслись год назад. Конечно. Конечно, такая, знаешь, игра для богачей. Так. Так вот, я в этот контейнер уже поместил пару деталей. Твоя задача сейчас посмотреть на экран, потому что я эту деталь сфотографировал, и найти, найти ее вот в этом сосуде из гречки. Естественно, ты туда не смотришь, ты не подсмотришь. Что мне нужно найти-то? Посмотри, пожалуйста, на экран. Тебе нужно найти вот такую вот фишку. Цвет уже ясно не нужен, но посмотри внимательно на геометрию ее. Ага. Она, ну, такая гладкая, там, возможно, конфигурация какая-то помиленная. Ну что, ты готова? Да. Давай, давай. И расскажи свои ощущения, насколько велика разница между тем, что ты вот здесь вот играла, и как это было сейчас. Здесь даже интереснее, потому что найти, во-первых, сложно эту детальку, а уж нужную еще сложнее. Хочется посмотреть. Я не могу ее найти. Смотри в глаза либо в камеру. Так, хорошо. Договорились. Нет, я думал, что это будет достаточно сложно. Давай посмотрим на вторую картинку, может быть, вторая деталь тебе найдется гораздо проще. Посмотри, пожалуйста, на нее. Вот она. На ней раз, два, три, четыре выступающих элемента. Четыре выступающих элемента. Я думаю, что сейчас тебе несложно будет найти. Я сейчас ни одну не могу деталь найти. Вот что самое интересное. Так, а можно? Я нашла. Молодец. Супер. И нашла предыдущую, она просто высунулась, я ее увидела. Зато какой аромат сейчас пошел уже, чувствуешь, гречки. Да, да, сразу захотелось есть. Итак, давай подводим итоги. Во-первых, вот такая вот игрушка, которую вы можете сделать дома. Принцип безумно прост. Вы делаете, вместо этих фишек могут быть что? Могут быть, наверное, крышки от бутылок, куда вы помещаете разные наполнители. Самое главное, чтобы были они парные. Одна фишка здесь в стороне, вторая уже в самом сосуде. И ваш ребенок на ощупь находит их. Если такого нет, да, понравилось тебе. Да, я не все потрогала. Если такого нет, то замечательный вариант с гречкой и с маленькими элементами от конструктора. Все вам в помощь. Запомнили? Молодцы. Но напомню, что папа может подсказать, сделать можете только вы.